МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 17 июля. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. Более 500 молодых казахстанцев собрались на полигоне учебного центра Спаск. В Карагандинской области стартовал республиканский военно-патриотический сбор Айбин-2018. Без очередей и бумажной волокиты за последние 6 месяцев тысячи карагандинцев получили государственные услуги при рождении ребенка через СМС-сообщение. Разговоры по мобильному телефону во время движения – это самый распространенный вид нарушений, который совершают водители общественного транспорта. В Караганде проходит оперативное мероприятие «Автобус». И теперь подробнее об этих и других событиях. Более 500 молодых казахстанцев собрались на полигоне учебного центра Спаск. Ребята будут соревноваться в военно-прикладных видах спорта, в интеллектуальных играх и творческих конкурсах. В Карагандинской области стартовал 4-й военно-патриотический сбор Айбин-2018. Организаторы отмечают, что с каждым годом растет количество детей и подростков, желающих приобщиться к военному делу. В ходе полевых сборов пройдут различные соревнования, интеллектуальные и военизированные игры. На торжественной церемонии открытия к участникам обратилась государственный секретарь Гульшарабды Каликова. Сегодня для вас в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый мог хорошо учиться, получать профессиональные знания, выбрать любимую специальность. У вас есть все возможности полноценной реализации себя в жизни, стать достойным гражданином великой страны. Нас особенно радует оптимизм и растущее желание юношей и девушек, стремящихся связать свою жизнь со славными вооруженными силами Казахстана. Гостей и участников на Карагандинской земле приветствовал Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Он отметил, что сегодня в учебном центре Спаск собралась будущая военная элита нашей страны. Кто-то назвал Айбен кузницей патриотов. Я считаю, это очень меткое определение. Радует то, что наши ребята, которые прошли через Айбен, на сегодня стремятся попасть в ряды казахстанской армии. Это очень почетная и важная миссия. Желаю всем вам стать достойными гражданами и защитниками нашей страны. Уверен, что для вас Айбен станет большой школой жизни. В нынешнем году в сборах принимают участие свыше 500 подростков. Это воспитанники военно-патриотических клубов, победители региональных сборов, кадеты военных школ. На данных военно-патриотических соревнованиях я участвую третий раз. В прошлом году по личному зачету, по разгибанию, сгибанию рук я заняла второе место. Также общей командной места, наша команда заняла второе место. Несмотря на то, что я закончила 11 класс, я рвалась на эти соревнования, потому что они проходят на очень высоком уровне. Тут очень сближаются, знакомятся с друг другом дети, развивают патриотизм, любовь к родине. Мне очень нравятся эти сборы. В ходе церемонии открытия участникам продемонстрировали выступление спецназа. Военнослужащие показали приемы стрельбы из автомата, комплекс специальных силовых упражнений, рукопашный бой. Затем выступила группа специального назначения по обнаружению и уничтожению боевиков. Далее в бой вступили сухопутные войска. Огонь артиллерии, взрывы гранат, спецтехника устроили настоящее сражение. В заключении в небе появились военно-воздушные силы. Участники военно-полевых сборов смогут показать свои таланты не только в военном искусстве. Раскроется и творческая сторона каждого участника на мега-арт-фестивале «Голосящий Айбин». Организаторы уверены, что в эти пять дней участники пройдут уникальную школу подготовки к армейским будням, увидят образцы современного вооружения, испытают свои силы и возможности, а также обретут новых друзей и единомышленников. В ходе мероприятия также был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между областным акиматом и юноармейскими организациями страны. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Улытау состоялся большой оперный концерт. Известные произведения классической музыки исполнили звезды оперной сцены, в том числе и легендарная певица Биби Гультулигенова. Первый международный музыкальный фестиваль «Жескейк», объединивший исполнителей трех континентов, подошел к концу. Третий день первого международного музыкального фестиваля «Жескейк» ознаменовался грандиозным концертом оперы. Жителей и гостей Улытау своим пением порадовала народная артистка Казахстана Биби Гультулигенова. Обладательница редчайшего голоса, который знатоки называют лирико-колоратурным сопрано, приковала всеобщее внимание, показав блистательное выступление. Перед зрителями 88-летняя народная артистка пристала в образе, который давно стал ее визитной карточкой в стильном наряде и с фирменной прической. Казахский соловей исполнила всеми любимую песню «Гаку». Также в последний день фестиваля все участники прошлись по красной ковровой дорожке. Выход каждого гостя сопровождался громкими аплодисментами. Стоит отметить, что публика в этот день была особенно активна. Некоторые снимали выступления исполнителей на телефоны, другие же просто наслаждались музыкой. Ярким завершением дня стал праздничный салют. На автотрассе Казаларда-Павлодар вблизи города Абай 55-летний водитель автомашины «Ауди-100» совершил наезд на служебный автомобиль полицейских. Как сообщает пресс-служба ДВД, авария произошла 13 июля около 19 часов. По предварительным данным, водитель иномарки, обгоняя справа по обочине грузовую автомашину, совершил наезд на стоящую спецмашину марки ВАЗ-21213 с включенными проблесковыми маячками. Полицейские в это время оформляли на месте ранее совершенное ДТП. В результате аварии два сотрудника полиции получили множественные травмы и госпитализированы в Абайскую центральную больницу. Также пострадали 26-летний мужчина, который на момент столкновения находился в спецмашине и водитель автомашины «Ауди-100». Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Никаких очередей и бумажной волокиты. За последние шесть месяцев тысячи карагандинцев получили государственные услуги при рождении ребенка через СМС-сообщение. Об этом рассказал директор карагандинского филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан». Елена Мостовая – счастливая мама. 13 июля она подарила жизнь своему второму ребенку. У 35-летней карагандинки родилась дочка. Прошло всего несколько дней после рождения девочки, а у нее уже есть свидетельство о рождении. Это стало возможным благодаря услуге, которую в пилотном режиме с 2017 года оказывают цены региона. Теперь у пар, зарегистрировавших свой брак до 2007 года, есть возможность заказать свидетельство о рождении ребенка, поставить его в очередь в детский сад, а также оформить пособие по рождению через СМС-сообщение. Про активная регистрация рождения ребенка нравится всем из-за удобства и экономии времени. Сегодня муж съездил, забрал, все уже готово, достаточно оперативно. Только вчера подали заявку, пришло подтверждение. А сегодня он забрал. Слова Елены подтверждают и другие женщины. Данная услуга значительно упрощает жизнь мамам, которые проводят дни в приятных хлопотах. Очень удобно, быстро, никуда ехать не надо. И муж не отвлекался от работы, и свидетельство готово, и все, в сроки успели. Год назад новая услуга вызывала у граждан множество вопросов. Сегодня же спрос к ней растет. Только за последние месяцы более 2,5 тысяч карагандзинок заказали свидетельство о рождении ребенка посредством СМС-сообщения. На сегодня по итогам 6 месяцев данный вид услуг получили более 2,5 тысяч уже граждан на сегодня. На постановку на детский сад, соответственно, огромное количество. И, соответственно, на получение пособий больше 200 мам. Сотрудники областного перинатального центра вспоминают, что до введения данной услуги мамам приходилось очень сложно. Но иногда бывают такие ситуации, когда женщины после кесаревого сечения, естественно, через три дня мы их не выписываем, а выписываем через неделю. Это тоже проблемы. И поэтому тогда им приходилось кому-то поручать, ну, скорее всего, мужу, либо после выписки из стационара получить это свидетельство о рождении. То есть есть какие-то моменты не очень удобные. Всю консультативную помощь желающим воспользоваться услугой оказывают сотрудники ЦОНов. Они ежедневно обходят родильные дома и информируют рожениц о проактивной регистрации рождения ребенка. Качественное и быстрое оказание государственных услуг без бумажной волокиты и длинных очередей – это то, к чему стремится правительство для граждан. Тохжи Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Разговоры по мобильному телефону во время движения – это самый распространенный вид нарушений, который совершают водители общественного транспорта Караганды. С 16 по 18 июля в рамках мероприятия «Автобус» сотрудники местной полицейской службы выявляют незаконных перевозчиков, опасные изменения в конструкции автобусов, несоблюдение правил дорожного движения и другие нарушения. Карагандинские полицейские вновь вышли на тропу войны с халатностью и разгильдяйством водителей общественного транспорта. Жители областного центра не раз отмечали, что работа городских автобусов уже давно оставляет желать лучшего. В салоне грязно, некоторые водители курят или разговаривают по мобильному телефону. Очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проходит в эти дни в Караганде. Стоит отметить, что водителям общественного транспорта это мероприятие не порадовало. С начала года в Караганде произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, из которых в 11 фактах виновниками оказались водители автобусов. Жалобы поступают в основном, что водители разговаривают по сотовому телефону за рулем. Гонки устраивают между собой. Такие факты тоже бывают. В период рейдовых отработок особое внимание уделяется техническому состоянию и законности конструкции автобусов. Будет усилен контроль над соблюдением правил дорожного движения. В этом патрульным полицейским окажут помощь сотрудники Центра оперативного управления. Также карагандинские полицейские проведут совместные рейды с представителями инспекции транспортного контроля, Акимата области и Управления государственных доходов. Сельские полицейские выявили самого меткого, самого сильного и самого быстрого. В Каркаролинском районе прошла областная спартакиада среди сельских подразделений полиции. На огневом рубеже лучшие стрелки сельских отделов полиции Карагандинской области. Они участники традиционной областной спартакиады. В этот раз соревнования посвящены 20-летию столицы. В спартакиаде участвовали полицейские из девяти районов. Они соревновались в стрельбе из пистолета, подтягивались на перекладине, состязались в легкоатлетической эстафете. Не обошли вниманием и национальные виды спорта. Один из них – приседания с бараном. По итогам соревнований общекомандное первое место заняли сотрудники полиции Каркаролинского района. Самым метким стрелком стал участковый из Шетского района Азат Карсимбай. Самыми быстрыми – полицейский из Каркаролинска. А самым сильным стал оперуполномоченный Каркаролинского района Сагандык Сулейменов. Он 75 раз присел с бараном на плечах. Победители и призеры были награждены грамотами, кубками и ценными призами. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин.